Глава шестая. Шерлок Холмс демонстрирует свой метод «Итак, Ватсон, — сказал Шерлок Холмс, потирая руки, — в нашем распоряжении полчаса. Давайте как можно лучше используем это время. Как я уже вам сказал, дело мне вполне ясно. Но все-таки мы можем ошибиться, доверившись слишком очевидным фактам. Каким бы простым поначалу не показался случай, он всегда может обернуться гораздо более сложным». «Простым?» — в изумлении воскликнул я. «Конечно», — ответил Холмс с видом профессора, демонстрирующего ученикам интересного больного. «Пожалуйста, сядьте в тот угол, чтобы наши следы не осложнили дело. А теперь за работу». Во-первых, как эти молодцы проникли сюда и как выбрались наружу? Дверь со вчерашнего дня не отпиралась. Как насчет окна? Он поднес к окну лампу, высказывая вслух свои соображения, но обращаясь скорее к себе, чем ко мне. Окно заперто изнутри, рамы очень прочные. Давайте откроем его. Рядом никакой водосточной трубы, крыша недосягаема. И все-таки человек проник в комнату через окно. Прошлую ночь шел небольшой дождь. Видите? На подоконнике земля. Отпечаток ботинка и еще один странный круглый отпечаток. А вот опять этот след. На этот раз на полу. А вот он уже на столе. «Смотрите, Ватсон, картина вполне ясная». Я стал рассматривать круглые бляшки земли на полу. «Это след не от ноги», — сказал я. «Поэтому он так и важен». «Это отпечаток деревянного протеза. Видите здесь на подоконнике след тяжелого грубого башмака широкой металлической подковой? А рядом круглый след деревяшки». «Человек на деревянной ноге?» «Вот именно. Он здесь был не один. У него был очень способный и ловкий помощник. Вы могли бы, доктор, залезть по этой стене?» Я всклинул в открытое окно. Луна все еще ярко освещала эту часть дома. Мы были на высоте добрых 60 футов от земли. И, насколько я мог видеть, нигде в кирпичной кладке не было ни трещины, ни выемки, куда можно было поставить ногу. «Это абсолютно невозможно», — ответил я. «Да, одному невозможно. Но, предположим, в комнате находится наш сообщник, который выбросил вам надежную веревку. Вон ту, что валяется в углу, привязав один ее конец к торчащему к стене крюку. Ну, тогда, если вы человек ловкий, то и с деревянной ногой вы, пожалуй, смогли бы забраться по этой стене. Поэтому вы спустились бы вниз. Наш друг, втащив бы веревку наверх, отвязал от крюка, запер окно на задвижку, а сам ушел из этой комнаты тем же путем, каким и вошел сюда». «Деталь помельче», — продолжал Холмс, показывая на веревку. «Хотя наш друг на деревяшке оказался отлично верхолазом, но он по профессии не моряк. Его руки не задубели от лазания по канатам. Моя лупа обнаружила в нескольких местах следы крови, особенно заметные на конце веревки. Значит, он спускался вниз так поспешно, что содрал кожу с рук». «Очень хорошо», — сказал я. «Но все дело не стало. От этого не на йоту понятнее. Кто этот таинственный помощник? Как он проник в эту комнату?» «А помощник», — повторил Холмс задумчиво. «Этот помощник — личность примечательная. Благодаря ему дело приобретает совершенно исключительную окраску. Я думаю, что он впишет новую страницу в историю преступлений в Англии. Подобные случаи бывали раньше, но только в Индии. И еще, если память не изменяет мне. Все не Габи». «Но как же все-таки? Он проник в эту комнату», — повторил я. «Дверь заперта, окна снаружи недоступны. Может быть, через трубу?» «Каменное отверстие слишком малом», — ответил Холмс. «Я уже проверил эту возможность». «Ну как же тогда?» «Вы просто не хотите применить мой метод», — сказал он, качая головой. «Сколько раз я говорил вам, отбросьте все невозможное. То, что останется и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. Нам известно, что он не мог попасть в комнату ни через дверь, ни через окна, ни через дымовой ход. Мы знаем также, что он не мог спрятаться в комнате, поскольку в ней прятаться негде». «Как же тогда он проник сюда?» «Через крышу?» — воскликнул я. «Без сомнения. Он мог проникнуть в эту комнату только через крышу. Если вы будете добры посвятить мне, мы продолжим наши поиски в тайнике, где был спрятан ларец сокровищами. Полом споднялся по стремянке к потолку, ухватился обеими руками за балку и, подтянувшись, влез в отверстие. Затем, высунув в лицо, он, видимо, распластался там, протянул руку, взял у меня лампу и держал ее, пока я поднимался следом. Чердак, на котором мы очутились, был десяти футов в длину и шести в ширину. Полом служили потолочные балки и тонкий слой дранки со штукатуркой, так что ступать с балки на балку надо было с осторожностью. Крыша была двускатная, заканчивалась гоньком. Потолком чердака служила, по всей видимости, внутренняя сторона крыши. Пол покрывал толстый слой пыли, скопившейся за многие годы. Кроме пыли на чердаке ничего не было». «А вот, пожалуйста», — сказал Шерлок Холмс, кладя руку на покатую стену. «Это слуховое окно ведет наружу. Окройте его и очутитесь прямо на крыше, а крыша, к счастью, пологая. Именно этим путем номер первый и проник в комнату. Давайте посмотрим, не оставил ли он каких-нибудь следов». Холмс опустил лампу к полу, и я второй раз за сегодняшний вечер увидел на его лице удивленное и озадаченное выражение. Проследив его взгляд, я почувствовал, как мороз продирает меня по коже. На полу было множество отпечатков босых ног, четких, хорошо заметных, но эти следы были чуть не в половину меньше следов взрослого человека. «Холмс», — прошептал я, — «выходит, что это страшное тело сделал ребенок?» Самообладание уже вернулось Холмсу. Я, было признаться, оказался в тупике. Память подвела. А ведь дело-то простое. Я должен был с самого начала догадаться, какие будут следы. «Ну что ж, здесь больше делать нечего. Идемте вниз». «Но что это за следы?» — спросил я, сгорая от любопытства. «Дорогой Уатсон, проанализируйте факты», — сказал он с легким раздражением. «Вы знаете мой метод. Примените его. Будет интересно сравнить результаты». «Нет, я ничего не понимаю», — отвечал я. «Скоро все поймете», — о России набросил Холмс. «Я думаю, что ничего интересного здесь больше нет. И все-таки я проверю еще раз». Быстрым движением он вынул из кармана лупу и сантиметр, и, приблизив свой острый тонкий нос к самой обшивке, стал внимательно изучать каждый миллиметр. Его глаза, блестяще глубоко посажены, напоминали мне глаза хищной птицы. Так быстры, неслышны и вкратчиво были его движения, точь-в-точь, как у ищейки, взявший след, что я вдруг подумал, каким бы страшным преступником он мог бы быть, если бы направил свой талант и свою энергию не в защиту закона, а против него. Осматривая чердак, он все время что-то шептал себе под нос и вдруг радостно вскрикнул. «Вот уж можно сказать, повезло», — сказал он. «Это сэгономит на много времени и трудов». Номер первый имел неосторожность вступить в креозот. Видите, с правой стороны этой вязкой, вонючей лужей отпечатался краешек маленькой ноги. Бутыль с креозотом, по-видимому, треснула, и шибкость потекла. Ну и что? А то, что теперь мы его очень быстро поймаем. Есть собака, которая по следу пахнущему креозотом пойдет хоть на край света. «Если обычная ищейка будет держать след до самых границ крабства, как вы думаете, куда может уйти специально натренированная собака? Обычная пропорциональная зависимость, неизвестный член которой равен...» «Стоп!» Я слышу, на место прибыли полномочные представители закона. Внизу послышались тяжелые шаги и громкие голоса. Сильно хлопнула входная дверь. «Пока они еще не пришли», — сказал Холмс. «Коснитесь ладонью руки и ноги этого бедняги». «Что вы чувствуете?» «Мускулы затвердели, как дерево», — ответил я. «Вот именно. Они сведены сильнейшей судорогой. Это непростое трупное окоченение». «На какую мысль наводит вас эта гиппократовская, или, как любили писать старые писатели, сардоническая улыбка, и это окостенение?» «Смерть наступила в результате действия какого-то сильного алкалоида растительного происхождения», — отвечал я, наподобие стряхнина, вызывающего столбняк. «Это первое, о чем я подумал, когда увидел это перекошенное лицо. Войдя в комнату, я сразу же стал искать, чем был введен яд. И, как помните, обнаружил шип, который едва наколол кожу. Обратите внимание, что шип поразил ту часть головы, которая обращена к отверстию в потолке, если сидеть прямо на этом стуле. А теперь давайте осмотрим самый шип. Я осторожно взял шип и поднес к фонарю. Он был длинный, острый и черный. У самого острия блестел засохший подтек какой-то густой жидкости. Тупой конец имел овальную форму и носил следы ножа. «Это от дерева, растущего в Англии?» «Разумеется, нет». «Так вот, Ватсон, имея в своем распоряжении столько фактов, вы должны прийти к правильному заключению. А вот и представители регулярных частей вспомогательной силы должны уступить им место». Шаги были слышны все громче. Наконец, они зазвучали прямо за дверью и в комнату вошел тяжело, ступая грустный большой мужчина в сером. У него было красное мясистое лицо, с которого хитро поглядывали на нас из-под припухших, одутловатых век маленькие блестящие глазки. За ним вошел инспектор полиции в мундире и следом все еще не перестававший дрожать Стадео Шолто. «Ой, дельце!» воскликнул вошедший глухим хриплым голосом. «Хорошенький дельце! Кто это здесь? Почему в доме людей, как в садке кроликов? Вы, должно быть, вспомните меня, мистер Этлни Джонс!» спокойно проговорил Холмс. «Ха, я садил и помню!» прокрепил в ответ тот. «Вы, мистер Холмс, Шерлок Холмс, теоретик. Я никогда не забуду, как вы поучали нас, объясняя, куда одевались вы шабгейтские бриллианты. Справедливость требует заметить, что вы показали нам верный путь. Но теперь-то уж вы можете признать, что в тот раз вам помог просто счастливый случай». Мне помогла в тот раз простая логика. «Ну, будет, будет. Никогда не следите с правдой». «Так что же здесь произошло?» «Скверное дело, скверное. Акты, к счастью, налицо, так что всякие там теории ни к чему. К счастью, я как раз оказался в Нормаде по поводу другого дела. И вдруг это смерть в Бандишери Лодж. Как вы думаете, отчего она наступила? Теория здесь ни к чему», – сухо заметил Холмс. «Конечно, конечно. Но мы ведь не отрицаем, что вы иногда удивительно попадаете в точку. Господи, помилуй. Дверь, как я понимаю, заперта. Исчезли драгоценности стоимостью в полмиллиона. А как насчет окна? Тоже на запоре, но на подоконнике есть следы. «Отлично, отлично. Но если оно заперто, то следы не имеют никакого отношения к делу. Это подсказывает здравый смысл. Человек может умереть от удара. Да, но ведь исчезли драгоценности. Ага, у меня есть версии. Иногда и на меня находят озарение. Пожалуйста, отойдите в сторону, сержант. И вы, мистер Шолтер. Ваш друг может остаться, где стоит. Что вы об этом думаете, Хоупс? Шолтер, как он сам признался, был вчера весь вечер со своим братом. С братом случился удар, после чего Шолтер ушел и унес с собой все драгоценности. Ну, что скажете? После чего мертвый хозяин очень предусмотрительно встал и заперся изнутри. Хммм, в этом слабое место моей версии. Призовем на помощь здравый смысл. Этот Тадеуш Шолтер пришел к брату. Завязалась ссора, и это нам известно. Брат мертв, драгоценности исчезли. Это тоже известно. Никто не видел брата после ухода Тадеуша. Постель его не тронута. Тадеуш явно пребывает в большом смятении. Как вы видите, я плету сеть вокруг Тадеуша. И сеть затягивается. Но вам еще неизвестны все факты, заметил Холмс. Видите этот шип? У меня есть все основания полагать, что он отравлен. Его нашли вонзенным в голову убитого. Там остался след. На столе лежала вот эта записка. Прочтите ее. Рядом было вот это странное оружие с наконечником от камня. Как ваша версия объясняет эти факты? Замечательно, объясняет. Напущенно ответил жирный детектив. Дом полон индийских редкостей. И Тадеуш принес эту штуку сюда. А если шип был отравлен, то ему было проще простого использовать его как орудие убийства. Это записка, ловкий трюк для отвода глаз. Одно только не ясно. Каким путем он вошел сюда? Ага, в потолке отверстие. Разумеется, через него. С неожиданной для его тучности ловкостью он полез вверх по лестнице и нырнул в отверстие. В ту же минуту мы услыхали его торжествующий голос. Он кричал, что с чердака на крышу ведет слуховое окно. «Он, пожалуй, найдет там еще что-нибудь», проговорил Холмс, пожав плечами. Иногда в нем как будто заметны проблески разума. «Иль не па дэссо си инкомат». «Нет, более неснос ты глупцов, чем те, которые не совсем лишены ума». Ларешфуко. «О, ты видите?» сказал Этлни Джонс, спускаясь по лестнице. «Факты надежны всякой теории. Моя версия подтверждается полностью. На чердаке есть дверь на крышу, и она аж приоткрыта». «Это я ее открыл». «В самом деле?» «Так, значит, вы тоже ее видели?» Джонс был явно обескуражен, услыхав слова Холмса. «Неважно, кто первый ее заметил», сказал он примирительно. «Важно то, что теперь ясно, как он выбрался отсюда». «Инспектор». «Да, сэр». Голос из коридора. «Пригласи сюда, мистера Шолта». «Мистер Шолта, мой долг предупредить вас, что все ваши слова могут быть обречены против вас. Я арестую вас именем королевы, как лицо, причастное к смерти вашего брата». «Ну вот, я говорил вам!» Воскликнул плачущим голосом маленький человечек, протягивая к нам руки. «Не расстраивайтесь, мистер Шолта», сказал Холмс. «Я думаю, что сумею снять с вас это обвинение». «Не обещайте слишком много, мистер Теоретик. Не обещайте!» Воскликнул детектив. «Это может оказаться не таким простым делом». «Я не только сниму с мистера Шолта обвинение, мистер Джонс, но я еще и сделаю вам подарок. Назову имя и приметы одного из двоих людей, которые были в этой комнате прошлой ночью. У меня есть все основания утверждать, что его имя Джонатан Смол. Он почти неграмотный, невысокого роста, подвижный. У него нет правой ноги, он ходит на стоптанной внутрь деревяшке, левая его нога будто в грубой, с квадратным носом башмак, на железной подкове. Это бывший кадржник, лет ему около сорока, он очень загорелый. Вот несколько примет, которые могут помочь вам. Тем более, что на этой веревке имеется кровь. Он вчера ночью ободрал здесь в ладони. Другой? Ах, есть и другой? Насмешливо проговорил Эттлни Джонс, но было заметно, что уверенность, с какой Холмс описывал преступника, произвела на него впечатление. Это довольно любопытная личность, сказал Холмс, поворачиваясь на пятках. Я надеюсь, что очень скоро передам эту парочку в ваши руки. Ватсон, мне надо сказать вам несколько слов. Он вывел меня на площадку лестницы. Неожиданный поворот событий, сказал он, заставил нас забыть о первоначальной цели нашего путешествия. Я тоже как раз об этом подумал, ответил я. Нельзя, чтобы мисс Морстон дольше находилась в этом злосчастном доме. Нельзя. Вы должны отвезти ее домой. Она живет у мисс Сейсил Форрестер, в Лоуэр Кэмбервэлле. Это не так далеко отсюда. Если вы решите вернуться, я вас здесь подожду. Но, может быть, вы очень устали? Нисколько. И я не смогу уснуть, пока эта фантастическая история не станет для меня более или менее ясной. Я не раз попадал в чрезвычайно сложные и острые ситуации. Но, должен признаться, сегодняшнее нагромождение этих поистине невероятных происшествий вывело меня из равновесия. Но раз уж я оказался в самой гуще событий, я останусь с вами до конца. Ваше присутствие мне будет очень необходимым, сказал Холмс. Мы поведем это дело самостоятельно. И пусть Джон стешит себя своими фантазиями. Когда вы отвезете мисс Морстон, поезжайте, пожалуйста, в Ламбетт, улица Пинчен Лейн 3. Это на самом берегу. В третьем доме по правую руку живет чучелник по имени Шерман. Он набивает чучела птиц. В его окне вы увидите ласку, держащую крыльчонка. Разбудите Шермана, передайте от меня привет и скажите ему, что мне немедленно нужен Тоби. Возьмите Тоби и привезите его сюда. Это собака? Да, забавный такой пес. Нечистокровный, но с поразительным нюхом. Я предпочитаю воспользоваться помощью Тоби, чем всеми сыскными силами Лондона. Я привезу его вам, ответил я. Обратно я вернусь около трех, если найду свежую лошадь. А я, сказал Холмс, попробую узнать что-нибудь у миссис Бёрстон и слуги индуса, который, как сказал мистер Тадеуш, спит в чулане на чердаке. Затем я примусь за изучение методов великого мистера Джонса и послушаю его иронические и малоделикатные замечания. Мы привыкли, что люди издеваются над тем, чего они не понимают. И это, как всегда, глубок и краток. Глава седьмая. Эпизод с бочкой. Полицейские приехали в двух кэбах. Одним я воспользовался, чтобы отвезти мисс Морстон домой. Обладавшая в высшей степени чувством сострадания, мисс Морстон весь этот ужасный вечер держала себя стойко, пока рядом было существо, нуждавшееся в поддержке. Когда я спустился вниз, она ласково и невозмутимо разговаривала с перепуганной экономкой. Когда же мы очутились с ней вдвоем в кэбе, она вдруг совсем обессилела, а потом безутешно разрыдалась. Так сильно подействовали на нее события этого вечера. Впоследствии она говорила мне, что во время этого путешествия в кэбе я показался ей чужим и холодным. Она и не подозревала, какая во мне происходила борьба и сколько мне стоило усилий сдержать себя. Я был так же полон к ней состраданий и нежности, как там, в саду, когда мы держались за руки. Я понимал, что за многие годы безмятежной жизни я не узнал бы лучше ее доброго и храброго сердца, чем за один этот невероятный день. Но два соображения мешали мне что-нибудь сказать. Она была беззащитной слаба, нервы у нее сильно расстроились, говорить ей сейчас о своей любви значило воспользоваться ее беспомощностью. Но еще хуже было то, что она была богата. Если поиски Холмса увенчаются успехом, она станет наследницей найденных сокровищ, по крайней мере, половины их. Будет ли справедливо, будет ли благородно, если отставной хирург на половинном шаловании воспользуется минутной близости, которую подарил ему случай? Не отнесется ли она ко мне, как к обычному искателю богатых невест? Я не мог допустить, чтобы она так обо мне подумала. Эти сокровища Агры легли между нами непреодолимым барьером. Было около двух часов, когда мы добрались до дома миссис Сесил Форрестер. Слуги уже давно легли спать, но миссис Форрестер еще не ложилась, а ждала возвращения мисс Морстон. Так заинтересовало ее странное письмо, полученное ее компаньонкой. Она сама открыла нам дверь. Это была очень приятная средних лет дама. Я с радостью заметил, как ласково она обняла мисс Морстон, и голос ее звучал по-матерински. Было ясно, что мисс Морстон не просто живет у служения, но она еще и друг. Она представила меня мисс Форрестер, и та предложила мне войти в дом, несмотря на поздний час, и рассказать о наших приключениях. Но я объяснил ей всю важность поручения Холмса, и твердо обещал в скором времени заехать к ним и рассказать, как подвинулось дело. Когда Кэп отъехал немного, я оглянулся, и до сих пор передо мной эта картина, две изящных женские фигурки, тесто прижавшиеся друг к другу на ступеньках крыльца, открытая входная дверь, прихожая, смещенная сквозь матовое стекло внутренней двери, барометр на стене, ярко начищенные металлические прутья на лестнице. Как умиротворяюще подействовал на меня спокойный уют английского дома. Я даже забыл на секунду это ужасное, загадочное дело. И чем больше я о нем думал, тем загадочнее и ужаснее оно мне казалось. Пока Кэп кромыхал по тихим, освещенным газовыми фонарями ночным улицам, я вспомнил всю цепь невероятных событий прошлого дня и ночи. Начальная проблема вполне прояснилась. Смерть капитана Морстона, посылки с жемчужинами, объявления в газете, письмо, все это больше не было тайной, но зато нам открылась еще одна тайна, куда более загадочная и трагичная. Индийские сокровища, непонятный план, найденный среди вещей капитана Морстона, странные события, приведшие к смерти майора Шолта, открытие тайника и убийство того, кто этот тайник нашел, исключительное обстоятельство убийства, странные следы, странное оружие, слова, нацарапанные на клочке бумаги, те же самые, что были на плане Морстона. Это был настоящий лабиринт, в котором человек, не наделенный такими исключительными способностями, как мой друг Шерлок Холмс, непременно бы заблудился, потеряв всякую надежду когда-нибудь найти выход. Пинчин Лейн была рядом старых двухэтажных кирпичных домов в нижней части Ламбета. Я долго стучал в дверь дома номер три. Наконец, за ставнем блестул огонек, свечи, и в окне второго этажа появилось лицо. Убирайтесь отсюда, сейчас же, пьяная тварь! Раздалось сверху. Если ты не перестанешь колотить, я топру дверь и выпущу над тебя сорок три собаки! Мне нужно только одну, я затем и приехал. Убирайся! Вопил тот же голос. У меня здесь в корзине гадюка. Если ты не уйдешь, я брошу ее тебе на голову. Мне нужна собака, а не змея! Кричал я в ответ. Надоело мне с тобой преликаться, считай на трех. Если не уйдешь, бросаю гадюку. Мистер Шерлок Холмс, начал я. Имя Шерлока Холмса возымело магическое действие, ибо рама немедленно опустилась, а не прошло и минуты, как сгремели ключи, и дверь отворилась. Мистер Шерман оказался длинным худым стариком с сутулыми плечами, жилистой шеей и в синих очках. Друг Шерлока Холмса всегда желанный гость в этом доме, сказал он. Входите, сэр. Держитесь подальше от барсука, он кусается. Фу, как стыдно. Ты хочешь укусить этого господина? Эти слова были обращены к горностаю, который просовывал свою хищную мордочку с красными глазками между прутьев клетки. Не обращайте на эту змею внимания. Это всего-навсего веретенница. Она не ядовитая, и я пускаю ее бегать по комнате. Она уничтожает жуков. Вы не сердитесь для меня за то, что я поначалу был несколько груб. Спасения нет от мальчишек. Любит торчать под моими окнами. Чем я могу быть полезно быстрою Шарлоку Холмсу, сэр? Ему нужна ваша собака. А, ему нужен Тоби. Да, именно Тоби. Тоби живет здесь в номере седьмом по левую руку. Он медленно побрел со свечой в руках по этому удивительному звериному городку. В неверном слабом свете свечи я различал в каждом закоулке в каждой щели блестящие мерцающие глаза, следящие за нами. Над нашими головами на потолочных балках сидели важные птицы и лениво переступали с ноги на ногу, когда наши голоса тревожили их сон. Тоби оказался маленьким уродцем, длинношерстным и длинноухим помесь Спанеэля и шотландской щейки. Он был коричневый с белым и у него была смешная и неуклюжая походка в перевалочку. После некоторого колебания он взял, отменя кусок сахара, данный мне старым натуралистам и, заключив таким образом со мной союз, без всяких уговоров последовал за мной в кэп. На дворе ламбетского епископа как раз пробило три, когда я во второй раз в эту ночь очутился у ворот бандишери лодж. Бывший профессиональный боксер Макмурда, как я узнал, был арестован по подозрению в соучастии и вместе с мистером Шолта отправлен в полицию. Узкую входную дверь караулили два полицейских, но меня с собакой они пропустили немедленно, как только я назвал имя знаменитого сыщика. Комс стоял на пороге, засунув руки в карманы и куря свою трубку. «А, вы привезли его!» сказал он, увидев меня. «Хорошая собака!» Эттанни Джонс ушел. «Пока вас не было, мы были свидетелями его неукрозимой энергии. Он арестовал не только нашего друга Тадео Шишолта, но и экономку, привратника и слугу индуса. Так что мы здесь одни, не считая сержанта в кабинете наверху. Оставьте собаку здесь и пойдемте со мной». Мы привязали Тоби к столу в прихожей и поделись по лестнице. Комната была в том же виде, как я ее оставил. Только тело посреди комнаты было укрыто простыней. В углу прикорнул усатый сержант. «Дайте мне, пожалуйста, ваш фонарь, сержант», сказал Холмс. «А теперь завяжите сзади вот эту бечевку, чтобы фонарь висел у меня на груди. Ботинки с досками я сниму. Вы захватите их с собой вниз, Отсон. Я хочу попробовать профессию верхолаза. Опустите, пожалуйста, мой носовой платок в криозот. Так, хорошо. А теперь поднимемся ненадолго наверх». Мы опять поднялись по стремянке и влезли через отверстие в потолке на чердак. Холмс направил свет фонаря на странные следы в пыли. «Это очень интересные следы», сказал он. «Вы заметили в них что-нибудь необыкновенное? Это следы ребенка», ответил я. «Или миниатюрной женщины, если судить по их размеру. А еще что в них поражает? По-моему, они больше ничем не отличаются от всякого другого следа». «Отличаются? Да еще как! Смотрите, в пыли отпечаток правой ступни я наступлю рядом с своей ступней. В чем разница? Ваши пальцы прижаты друг к другу? На маленьком следе все пальцы торчат врозь? Совершенно верно! Это очень важно запомнить. А теперь подойдите к слуховому окну и понюхайте подоконник. Я со своим платком останусь здесь». Так я и сделал и почувствовал сильный запах дегтя. Вот куда он поставил ногу, когда уходил отсюда? Если вы учуяли его след, то Тоби и подавно учует. А теперь вступайте вниз, отвяжите собаку и в погоню за номером первым. Когда я вышел во двор, Шерлок Холмс был уже на коньке крыши, по которому он медленно полз, как огромный светляк. Он было исчез за трубами, но скоро опять появился и снова исчез коньком. Видимо, стал спускаться по противоположному скату крыши. Я обошел дом и увидел, что он уже сидит на карнизе рядом с угловой водосточной трубой. «Ватсон, это вы?» крикнул он сверху. «Я!» ответил я. «Вот где он поднимался. Что там внизу? Бочка? Крышка на ней есть? Есть! А лестницы поблизости не видно? Нет!» «От дьявол, тут и шею сломать недолго, но там, где прошел он, пройду и я. Водосточная труба довольно прочная. Ну, я спускаюсь!» Послышалось шарканье босых ног и огонь фонаря медленно пополц вниз по стене. Затем Холмс легко прыгнул на крышу бочки и оттуда на землю. «Не трудно было идти по его следу», сказал он, надевая носки и ботинки. Черебица, где он ступал, ослабла и в попыхах он обронил вот что. «Это подтверждает мой диагноз, как любите говорить вы, медики». Он протянул мне что-то вроде небольшого кошелька, сплетенного из цветной соломки и украшенного дешевым бисером. По виду и форме он напоминал портсигар. Внутри было полдюжины длинных темных колючек, острых с одной стороны и закругленных с другой, точно таких, какая поразила Бартоломью Шолто. «В дьявольские иголки», проговорил Холмс. «Осторожнее, не укалитесь. Я очень рад, что нашел их. Вряд ли у него с собой есть еще. Теперь можно не бояться, что такой вот шип продыряют мне или вам кожу. Я скорее соглашусь получить пулю из боевой винтовки». «Ну что, Ватсон, вы достаточно бодро себя чувствуете для шестимильного пробега?» «Конечно», ответил я. «Нога выдержит? Выдержит? Води сюда, Тоби. Води сюда, хорошая собака. Нюхай, Тоби, нюхай». Холмс сунул собаке и поднос платок, испачканный криозотом. А расставив свои лохматые ноги и смешно задрав вверх одно ухо, Тоби нюхал платок с видом дегустатора, наслаждающегося букетом старого вина. Холмс бросил платок подальше, привязал толстый шпагат к ошейнику собаке и подвел его к бочке. Собака немедленно залилась тонким возбужденным лаем и, уткунув нос в землю, а хвост задрав вверх, помчалась по следу с такой быстротой, что поводок натянулся, и мы бросились за ней бежать изо всех сил. Восток стал понемногу бледнеть, и мы уже могли различать предметы вокруг нас в холодных утренних сумерках. Большой, похожий на коробку дом с черными провалами окон и высокими голыми стенами выселся печальный и молчаливый позади нас. Наш путь слежал через парк между ям и канав, которые пересекали его по всем направлениям. Это место с кучами мусора и земли, с кустами и деревьями, давно не видавшими ножниц садовника, являло вид мрачный и заброшенный, что вполне гармонировало с разыгравшейся здесь трагедией. Достигнув каменной ограды, Тоби побежал вдоль нее жалобно и нетерпеливо скуля, пока не остановился наконец в углу, заслоненном от всего парка большим молодым буком. Там, где стены сходились, несколько кирпичей сдвинулось, образуя как бы ступеньки, которые были стерты и закруглены у нарушенного края, что говорило о том, что ими часто пользовались. Холм споднялся по ним и, взяв у меня из рук Тоби, бросил его на землю. «Здесь есть отпечаток руки человека на деревянной ноге», сказал он, когда я поднялся к нему. «Видите слабые пятна крови на белой краске? Какая удача, что со вчерашнего дня не было дождя. Запах остался на дороге, несмотря на то, что они прошли здесь двадцать восемь часов назад». Признаюсь, у меня были до этот счет некоторые сомнения, когда я подумал, какое сильное движение бывает на лондонском шоссе. Но сомнения мои скоро рассеялись. Тоби ни секунды не колеблясь, побежал вперед смешно, переваливаясь на ходу. Резкий запах криозота победил на дороге все остальные запахи. «Не думайте, пожалуйста», сказал Холм «что только благодаря этой случайности преступники скоро окажутся в наших руках». «Я знаю сейчас уже так много, что вижу несколько способов поймать их. Но это, конечно, самые легкие и быстрые. Было бы глупое им не воспользоваться, раз уж судьба так благосклонна к нам. Но этот счастливый случай оказал мне и плохую услугу. Решение перестало быть чисто логическим, каким я вначале представлял его. Тогда бы это дело действительно принесло мне лавры». «Какие лавры вам еще нужны, Холмс? Я восхищен, вашим дедуктивным методом. Такой блестящий успех. Он затмил даже дело Джефферсона Хоупа. Нормутское дело кажется мне более сложным и загадочным. Объясните мне, например, откуда вам с такой достоверностью известна наружность человека на деревянной ноге?» мой дорогой Ватсон, ведь это так просто. И это, я говорю, не из ложной скромности. Два офицера из тюремной охраны становятся Смол нарисовал и передал им план, указывающий местонахождение клада. Вы помните, что именно это имя было на плане, найденном в запистой книжке капитана Морстона? От имени своих товарищей он подписался с некоторой претензией знак четырех. Пользуясь планом, офицеры, а может быть один из них, завладели кладом и увезли его в Англию, нарушив, как можно догадаться, соглашение, в силу которого этот клад попал им в руки. Можно спросить, почему Джонатан Смол сам не завладел кладом? И это ясно. Если вы помните, план помечен числом, когда Морстон постоянно общался с заключенными. Отсюда следует, что Джонатан Смол вместе со своими приятелями был в то время в тюрьме и, следовательно, сам не мог завладеть сокровищем. Это чистое предположение, сказал я. Больше, чем предположение. Это гипотеза, которая объясняет все без исключения факты. Давайте проверим. Майор Шолта живет спокойно, наслаждаясь сокровищами, находящимися в его безраздельном владении. Потом вдруг он получает из Индии письмо, которое пугает его до полусмерти. Что это письмо могло сообщить? То, что человек, с которым поступили несправедливо, выпущен на свободу. Или бежал, что более вероятно, так как майор шел, то, несомненно, знал сроки заключения Джонатана Смолы и его друзей. И если бы срок истек, его появление не испугало бы его до такой степени. Что же он делает? Он вооружается, ставит в воротах усадьбы надежную охрану, боясь до упомомрачения человека на деревянной ноге, причем белого. Помните, он, обознавшись, стрелял из револьвера в хромого торговца? Дальше на плане только одно английское имя, другие индусские или магометанские. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что человек до деревянной ноги и есть Джонатан Смол. Вам пока не кажется, что мое рассуждение грешит против логики? Нет, все очень ясно и убедительно. Хорошо, тогда давайте поставим себя на место Джонатана Смола. Посмотрим на дело с его точкой зрения. Он возвращается в Англию с намерением вернуть себе то, что считает по праву принадлежащим ему, а также отомстить нарушившему соглашение. Он узнает, где живет Джолта и по всей вероятности вступает в контакт с кем-нибудь из слуг. Там есть дворецкий, которого мы еще не видели. Его имя Лал-Арау. Миссис Берсон отозвалась о нем неодобрительно, но Смолу не удалось однако найти тайник, где были спрятаны сокровища. Потому что никто, кроме самого майора и его преданного слуги, который уже умер, о тайнике не знал. Неожиданно Смол узнает, что майор при смерти в отчаянии, что тайно Кладу умрет вместе с ним. Он каким-то образом, обманув бдительность привратника, пробирается в парк и заглядывает в окно спальни умирающего. Только присутствие у постели майора двух его сыновей помешало ему проникнуть внутрь. Обезумев от ярости, он той же ночью пробирается в спальню усопшего, перерывает в ней все вверх дном в поисках какого-нибудь указания, где хранится сундук с драгоценностями и оставляет как свидетельство своего визита уже известный нам знак четырех. Без сомнения, он заранее решил, убив майора, оставить возле его тела такую записку в знак того, что это не простое убийство, а месть. Примеров подобного пристрастия к дешевому аффекту можно встретить немало в аналах преступного мира, и они обычно являются ценным ключом для установления личности преступника. Пока все ясно? Абсолютно все. Хорошо, что же Джонатану Смолу остается делать? Остается только установить секретные наблюдения за домом, где начались поиски сокровищ. Возможно, он жил за пределами Англии и только время от времени наезжал сюда. Затем был обнаружен тайник, и Смола тотчас уведомили об этом. Здесь опять выступает на сцену его сообщник из домочадцев. «А его помощник убил майора?» «Да». И судя по следам Смола в комнате, он был этим очень недоволен. Он не бедал ненависти к Бартоламью Шолту и считал, что надо только связать его и заткнуть ему рот. Ему совсем не хотелось лезть в петлю. Но сделанного, как говорится, не воротишь. В его сообщники проснулись дикие инстинкты, и яд сделал свое дело. Тогда Джонатан Смол оставил свой знак четырех, спустив через окно на землю ларет с сокровищами и ушел сам. Таков в моем представлении ход событий. Что касается его наружности, то он, конечно, должен быть средних лет и очень спуглым. После стольких лет каторжных работ на Даманских островах. Рост его легко рассчитывается по длине шага, а о том, что у него есть борода, мы знаем из рассказа Тадеуша Шолта, которого особенно поразило обилие растительности на лице, показавшемся в окне в ночь смерти его отца. Ну вот, собственно, и все. А помощник? Ах, да, помощник. Но и с ним все так же ясно. Да вы все скоро узнаете. А как хорошо дышится свежим утренним воздухом. Видите вон то маленькое облачко? Оно плывет, как розовый перо гигантского фламинго. Грязный диск солнца еле продирается вверх сквозь лондонский туман. Оно светит многим добрым людям, любящим вставать с позаранку, но вряд ли есть среди них хоть один, кто спешит по более странному делу, чем мы с вами. Каким ничтожным кажется человек с его жалкой амбицией и мечтами в присутствии этих стихий? Как выживает ваш Жан-Поль? Прекрасно, я напал на него через Карлейля? Это все равно, что идя по ручью дойти до озера, откуда он вытекает. Он высказал одну парадоксальную, но глубокую мысль о том, что истинное величие начинается с понимания собственного ничтожества. Он предполагает, что умение оценивать, сравнивая, уже само по себе говорит о благородстве духа. Рихтер дает много пищи для размышлений. У вас есть с собой пистолет? Нет, только палка. Возможно, нам понадобится оружие, когда мы сунемся в их логово. Джонатана вы возьмете на себя. Если же тот другой будет сопротивляться, я просто застрелю его. Холмс вынул свой пистолет и, зарядив его двумя патронами, сунул обратно в правый карман пиджака. Все это время след вел нас то по проселку, то по шоссе в сторону Лондона и вскоре мы очутились в бесконечном лабиринте улиц предместе, полных уже заводскими рабочими и докерами. Неряшливого вида женщины открывали ставни и подметали ступеньки входа. В кабачки на углу одной из улиц жизнь уже кипела вовсю. То и дело из него появлялись бородатые мужчины, вытирая рот рукавом после утреннего возлияния. Неподражаемый Тоби не смотрел ни вправо ни влево а бежал вперед почти касаясь носом земли и время от времени нетерпеливо повизгивал чуя горячий след. Таким образом мы миновали стритом Брикстон Кемберуэлл и очутились в районе Кеннингтон Лейн выйдя окольными путями к восточной стороне Кеннингтонского стадиона. По-видимому Джонатан Смол и его страшный помощник специально выбрали этот сложный маршрут чтобы сбить со следа преследователей. Они ни разу не шли главной улицей если можно было двигаться в желаемом направлении боковыми улочками. В начале Кеннингтон Лейн они свернули налево и пошли по Бонд Стрит и Майл Стрит. Там где последняя улица вливается в Найтс Плейс Тоби остановился и забегал в сад и вперед одно ухо задрав другое опустив выражая всем своим видом полное недоумение. Затем он стал кружить на месте время от времени поглядывая на нас точно искал у нас сочувствия. Что такое творится с собакой? вскипел Холмс. Ведь не взяли же они здесь Кэп и не улетели отсюда на воздушном шаре. Может они остановились здесь ненадолго? предположил я. Да по всей вероятности. Тоби опять взял вслед сказал он с облегчением. На этот раз Тоби буквально полетел стрелой обнюхав все кругом своим острым носом он вдруг опять обрел уверенность и бросился вперед с такой прытью какую еще не проявлял. След очевидно был совсем свежий так как Тоби не только почти зарылся носом в землю но и рвался с поводка который теперь мешал ему развить настоящий бед. по блеску глаз Холмса я видел что конец нашего путешествия по его мнению близок мы бежали теперь по Найн Элмс оставив позади большой дровяной склад фирмы Бродерик и Нельсон у соседней со складом таверны белый орел Тоби в сильном возбуждении нырнул в калитку и мы очутились во дворе склада где пильщики уже начали свой дневной труд Тоби не обращая на них внимания прямо по стружкам и опилкам выбежал на дорогу обогнул сарай проскочил коридор из двух поленец и наконец с ликующим лайм скачил на большую бочку еще стоявшую на ручной тележке на которой ее сюда привезли со свисшимся языком и блестящими глазами Тоби стоял на бочке и торжествующе поглядывал на нас ожидая похвалы вся бочка и колеса тележки были измазаны темной густой жидкостью кругом сильно пахло креозотом мы с Шерлоком Холмсом посмотрели друг на друга и одновременно разразились неудержимым смехом «Эголие Моджир и Моджир Plaza» «Эголие Моджир и Моджир» Субтитры создавал DimaTorzok